Счастье И возможно пересмотреть свои взгляды на привычные вещи Счастье это ценность каждого момента У меня именно младший сын научил ценить простые вещи Когда ты спишь на кровати рядом с любимым человеком А не он где-то на расстоянии Когда ты просто спишь ночью, не днем Потому что было так, что Дима спал 4 часа в сутки, несколько лет И это не ночью, а днем бегал по городу 6-9 часов гиперактивности То есть выдержать такой режим И когда нам удалось его ввести в режим спать ночью, это уже счастье На кровати, а не на полу, без света и без мультика Вот эти базовые вещи, которые есть у всех У меня их не было много лет, понимаете Поэтому я радуюсь свободе погулять без него Он меня стал отпускать, оставаться с родными У меня не было возможности выйти в туалет даже в синюю комнату Он боялся, у меня было столько страхов Мы через такой ад прошли А тут, когда я выхожу на воздух, я могу идти сама туда, куда я хочу, никуда мне надо Это такая радость Но я сама оптимист по жизни И для меня радость – это принадлежать себе самой Радоваться жизни, твориться, заниматься любимым делом И ценность момента, ценность близких, что они рядом Вот, наверное, вот это счастье Для любящих семей появление на свет каждого ребенка – всегда радостное событие Наблюдать за тем, как растет твое продолжение, которому ты подарил жизнь Верить в лучшую судьбу своего чада Радоваться его успехам и достижениям Поддерживать в любых начинаниях И самое главное – быть рядом в трудные минуты То, что мы обязаны давать нашим детям Для того, чтобы они стали счастливыми взрослыми В семье Вяловых, наших героев Это непреложные истины, подтверждать которые приходится каждый день Мама у нас очень творческий человек Наверное, все мы трое Ее дети, в нее пошли такие творческие Папа, ну, кормилиц, так сказать Он очень много делает для нас Очень много работает Очень вкладывается Мишка, вот средний мой братик Тоже очень творческий, интеллигентный Он самый интеллигент из всех нас Хотя у нас вся семья интеллигентная А Димка, самый младший Ну, можно назвать душой семьи Потому что хоть у него есть Как бы вот эти проблемы со здоровьем Но он очень сплотил нашу семью Прям вот Такое солнышко наше Я его очень люблю Под вот этими проблемами со здоровьем Яна, старшая дочь семьи Вяловых Подразумевала непростой диагноз младшего брата Поставленный специалистами Аутизм Принять который стало испытанием на прочность Это было очень сложно принять Колоссальное количество средств Которые муж дорабатывал Пошло на лечение На поиски разных терапий Так как это 7 лет назад было очень сложно Еще не было столько центров, столько информации Мне пришлось потратить кучу усилий Чтобы хотя бы понять, что это за процессы Что это за диагноз, что с этим делать Очень многие семьи рушатся, когда узнают, что такой диагноз Мужчины не выдерживают Они не справляются с этим Женщины все вдруг на свои плечи Как было бы у вас? У нас наоборот семья сплотилась В сложное время это именно показатель Насколько искренние чувства Насколько ты действительно близок для человека Насколько ты важен Ты и твои дети Муж безусловно принял диагноз Хотя это было нелегко Он поехал в Москву Мы 7 лет жили отдельно Я видела его 2 раза в месяц На день, на выходные приезжал Для того, чтобы заработать денег Для того, чтобы обеспечить все, что нужно Все потребности семьи Работал очень много Вернулся буквально к Новому году В декабре год всего лишь Как он вместе с нами Это такое счастье Благодаря посильному участию всех членов семьи Огромному желанию помочь своему дорогому человечку В декабре минувшего года Дима побывал на лечении В одном из лучших израильских медицинских центров Имеющие передовые наработки И методы лечения аутизма И результат превзошел все ожидания Что хорошо после Израиля Что не было отката, регресса назад Потому что очень много разных терапий Разные центры посещали И всегда Какое-то время был положительный результат Много новых слов Что-то новое Но всегда возвращалось назад То есть что-то оставалось, конечно Но очень большой регресс был После Израиля до сих пор нету регресса То есть вот как было, даже лучше становится Это замечательно Есть надежда, что наконец-то Возможно все будет хорошо с ним С надеждой и верой Не унывая и не опуская руки Виаловы смотрят в будущее своего любимого Димки Сегодня усилия каждого из членов семьи Направлены на сбор необходимой суммы Для прохождения повторного курса лечения в Израиле Надо хотя бы еще одна поездка туда Там замечательный центр Там именно вот те специалисты То оборудование, которого у нас нету И мы очень всей семьей надеемся Что получится хотя бы один раз туда еще попасть Это необходимо для того, чтобы продвижение какое-то было Стремление к достижению намеченной цели Выявило скрытые возможности И творческий потенциал у Людмилы Лишившись возможности зарабатывать деньги привычным способом Мама Димы постоянно искала выход Своей внутренней реализации В своем поиске соприкоснулась с удивительным миром Украшений из натуральных камней и самодельных свечей И это знакомство настолько увлекло нашу героиню Что свое свободное время она посвящает любимому делу Которое приносит не только удовольствие Но и дополнительный доход А креативный подход Умение почувствовать камень и человека В чьи руки он попадет в виде кольца, браслета или серег Делает изделия Людмилы привлекательными для покупательницы Каждое украшение, оно особенное И очень часто девушке подходит Вот выставка большая, да Она подходит, она ничего не видит Она видит только свою Какая красота, понимаете Вот она берет, одевает и преображается Совершенно другой человек И очень часто бывает, что украшение в тон ее одежде Это процентов 80 случаев почему-то Она одела и пошла Вот такое вот бывает Оптимизм, открытое, доброе отношение к людям Дружеское участие, внимание и помощь Качества, присущие всем членам семьи Вяловых Неиссякаемая вера в лучшее Умение жить здесь и сейчас Принимать с достоинством все удары судьбы И выставлять перед ними щит из любви Заботы и радости Обязательно переломят ситуацию в нужную сторону А если среди вас, дорогой зритель Найдутся неравнодушные к чужой беде люди Сделайте то, что велит ваше сердце Ведь сказать спасибо так могут только Наталья Луговкина, Артем Борисевич, Александр Губчик Специально для проекта «Брест. Новая тысячелетия» Редактор субтитров А.Семкин